...квантовой механики до вещей более привычных, таких как, скажем, естествознание и гуманитарные науки в целом, до философии, психологии и так далее. Но начнем с квантовой механики. И некоторые переходы в этой логической цепочке трудны, но я постараюсь пройти как-то минимальной дорожкой, чтобы понимание все-таки на некотором уровне возникло. Исходным пунктом для всех рассуждений такого типа являются концептуальные проблемы квантовой механики, которые, как правило, связаны с измерением, с тем, как в квантовой механике описывается измерение. Дело в том, что квантовые системы отличаются от классических очень сильно. отличия такие, что их трудно осознать с той интуицией, которая накоплена нами в классическом мире. И вот эти отличия проявляются больше всего как раз тогда, когда квантовая система подвергается измерению. Ну и вот в конце концов, собственно, довольно рано, но в конце концов все более исследователи стали убеждаться в том, что эти трудности, эти концептуальные проблемы в квантовой механике нельзя преодолеть, не включив в рассмотрение сознания наблюдателя. Вот то, что в классической теории совершенно не является необходимым, не требуется. Мы можем описывать только саму систему, которая нас интересует, оставив наблюдателя за скобками. А в квантовой механике это не удается. Мы должны включить наблюдателя или, по крайней мере, описать, как он осознает результаты измерения. Это оказывается необходимым. Ну и вот это привело к тому, что стали предлагаться различные интерпретации квантовой механики, которые пытаются из этой ситуации разрешить каким-то интуитивно правдоподобным образом. Ну и оказалось, что это ведет нас достаточно далеко. Значит, я думаю, что вот мы начнем с некоторого анализа квантового измерения, и его отличия от классического измерения. Затем чуть-чуть коснемся одной из интерпретаций квантовой механики, которая пытается разрешить возникающие при этом парадоксы. Я сказал одну из интерпретаций, но эта интерпретация самая интересная и самая радикальная, так называемая интерпретация Эверетта, или многомировая интерпретация. В ней возникает такая необычная ситуация, как параллельные миры. Вот в каком смысле, я постараюсь объяснить. И вот в этой сложной картине квантового мира, которая содержит параллельные классические миры, сознание играет совершенно особую роль. И вот эта особая роль сознания, анализ того, как ведет себя сознание в этой сложной ситуации, приводит к тому, что мы можем о самом сознании что-то дополнительное сказать, кроме того, что мы знаем о нем, рассуждая о нем в рамках обычной классической теории. Итак, вот наша тема – это квантовый мир и сознание. Ну и вот три главных пункта, которые мы должны пройти. Во-первых, измерение квантовой системы, какую роль играет сознание в этом измерении, затем, как пытаются решить возникающие при этом парадоксы или трудности, как возникают при этом параллельные миры Эверетта. Ну и в конце концов мы придем к тому, что сознание, квантовая механика или квантовая физика бросает такой новый свет на сознание, что становится правдоподобным совершенно предположить о совершенно новой роли сознания, о том, что сознание соединяет между собой две культуры, которые до этого казались очень разными и фактически не имеющими между собой ничего общего. Это культура естествознания и гуманитарная культура. Культура гуманитарного знания. Вот это наша дорожка. Ну а теперь приступим. Измерение. Что такое измерение в классической физике и чем отличается измерение в квантовой физике? Будем рассматривать все на очень простом примере. На примере, когда измерение может иметь только два исхода. Ну, для примера, скажем, мы имеем локальную частицу, ну, локальную какую-то систему, предположим, атом или элементарную частицу, и она может быть расположена либо где-то в области А1, либо где-то в области А2. Но не в обоих. Система настолько маленькая, что она обязательно либо в одной области, либо в другой. И вот наше измерение имеет цель выяснить, в какой именно области находится эта частица. Что происходит в классической физике? Ну, очень просто. Мы проводим измерение и выясняем, скажем, что частица находится в области А1. Вот измерение дало первый результат. А могло бы дать второй результат. Какой вывод мы делаем из такого результата измерения? Делаем вывод, что частица находится в области А1, но, кроме того, само собой разумеется, Она находилась в этой области и до измерения. Раз мы ее обнаружили в этой области, вот она там и находилась до измерения. Значит, мы имеем здесь дело с некоторым свойством частицы. Свойство, можно так определить, свойство быть локализованным в области А1. Или второе свойство, свойство быть локализованным в области А2. И вот мы выяснили, что частица обладает этим свойством. Скажем, свойством быть локализованным в области А1. Ясно, что она имела это свойство и до измерения. Это обычное классическое рассуждение. А вот в квантовой механике, оказывается, оно неправомочно. То есть, если мы провели измерение вот такого же типа, но над квантовой системой, и обнаружили, что, ну, скажем, элементарные частицы, это заведомо квантовый объект, находятся в области А1, мы отнюдь не можем заключить, что она и до измерения находилась в области А1. То есть, мы обнаружили вот такое свойство, свойство быть локализованным в области А1, но до измерения этого свойства могло вообще не быть. Вот это принципиальное отличие квантового измерения от классического, оно имеет очень такие далеко идущие следствия, в частности, вот сейчас... У меня вопрос на понимание есть, если позволите. Верно ли будет сделать вывод, что именно измерение присвоило частице это свойство? Да. То есть, это свойство возникает в результате того, что над системой, над частицей в данном случае, произведено измерение. Если бы измерения не было, то этого бы не произошло. То есть, измерение является причиной. Как это происходит, я чуть-чуть подробнее сейчас скажу. Пока окончательный вывод без деталей. Так вот, это свойство настолько важным, что сейчас на основе этой специфики квантовой механики, которая заключена вот в этом отличии квантового измерения, основывается совершенно новая технология, так называемая квантовая информатика. Ну, например, квантовая криптография позволяет пересылать секретные коды по некоторому информационному каналу, квантовому, с обеспечением секретности. То есть, подслушать такой пересылаемый код можно, но тогда тот факт, что код был подслушан, будет заведомо обнаружен. И в этом смысле канал абсолютно безопасен. Итак, значит, вот я просто не буду в это углубляться, я просто проиллюстрировал, насколько это свойство очень важное, является важным. А теперь давайте поговорим подробнее о том, как это свойство описывается. Как квантовое измерение описывается в квантовой механике и как возникает вот это свойство. Предположим, что тот факт, что частица находится в области А1, описывается следующим образом. Значит, все описывается как состояние системы равно Пси1. Значит, вот когда мы говорим, что система находится в состоянии Пси1, это и означает, что частица находится в области А1. То есть она обладает тем самым свойством быть локализованной в области А1. Ну, а если система находится, частица в данном случае, находится в состоянии Пси2, это значит, что она локализована в области А2. Так вот, в классическом мире ничего, кроме таких двух локализаций, быть и не может, потому что частица маленькая, она может быть либо в области А1, либо в области А2. В квантовой механике, оказывается, может быть состояние вот такое. Состояние, которое равно сумме вот этих двух состояний, да еще и с произвольными коэффициентами. Коэффициенты могут быть даже комплексными. Не важно сейчас, почему так это для нас несущественно. Важно, что вот в состоянии, которое описывается таким вот суммарным вектором, как говорят, это суперпозиция двух векторов. Векторы Пси1, Пси2 складываются с коэффициентами, тогда получается суперпозиция этих двух векторов. Так вот, в состоянии, которое описывается таким образом, частица не обладает ни свойством 1, ни свойством 2. А после измерения, вот она эти свойства должна приобрести. Вот специфика. Пока я измерений не касаюсь, но вот давайте посмотрим, как происходит измерение. Измерение квантовой системы. Предположим, в начале система находится вот в состоянии, которое описывается в суперпозиции. Вот здесь вертикально у меня слагаемые стоят, но это та же самая сумма. С1, Пси1 плюс С2, Пси2. Два состояния Пси1 и Пси2 взяты сложны с коэффициентами. Это значит, что вот перед измерением, когда система находится в этом состоянии, она не обладает ни свойством Пси1, ни свойством Пси2. Затем мы проводим измерение. В данном случае измерение положения. Значит, мы в результате измерения выясним точно, находится ли система в состоянии в области А1 или в области А2. Если мы выяснили, что в результате измерения у нас получился первый результат, то мы будем знать, что частица находится в области А1, и значит, она находится в состоянии Пси1. Значит, после измерения состояние будет Пси1. Ну и, а могли бы альтернативно получить второй результат. И тогда она бы находилась в состоянии Пси2. Значит, видите, после измерения система уже обладает одним из этих свойств. Либо свойством первым, либо свойством вторым. Но до измерения она ими не обладала. Ни первым, ни вторым. Вот то, о чем я говорил на словах. Значит, сейчас для нас важно, что вот при таком описании суперпозиция, которая была в начале, исчезает. Вместо суперпозиции остается один из этих двух векторов. Либо вектор Пси1, либо Пси2. Можно спросить, какой именно. Квантомеханика может предсказать только вероятности. Вот если суперпозиция была такая, то первый результат получится вот с такой вероятностью, модуль Ц1 в квадрате. А второй вот с такой вероятностью, модуль Ц2 в квадрате. Но, тем не менее, с какой-то вероятностью получился один из результатов. Суперпозиция исчезла. Произошел выбор одного из двух альтернативных результатов измерения. Вот этот переход от суперпозиции, когда суперпозиция исчезает, происходит выбор или селекция альтернативного результата измерения. Вот применяются термины либо редукция состояния, когда состояние скачком меняется вот таким образом. Либо селекция альтернативы, селекция альтернативного результата измерения. Представление о том, что во время измерения происходит редукция, было введено с самого начала в квантовой механике, когда была только создана квантовая механика. И фактически вот такое представление понадобилось для того, чтобы простейшим образом описать то, что происходит. Фактически вот такая процедура, редукция, понадобилась для того, чтобы учесть, что тот аппарат, который производит измерения, а тем более наблюдатель, который за этим следит, они являются классическими объектами, не квантовыми. Редукция привнесена для того, чтобы учесть вот эту классичность прибора. А теперь давайте забудем, что прибор классический, на самом деле ведь что такое прибор? Он состоит из атомов. Атомы — это квантовая система. Если мы возьмем даже много квантовых систем, все равно получаем квантовую систему. Что такое наблюдатель? Ну, это физическое тело, тоже из атомов. Это тоже, в конце концов, квантовая система. Значит, все вместе, вот, система, прибор и наблюдатель, это все какая-то большая квантовая система. Как она должна вести себя? По законам квантовой механики. А по законам квантовой механики, если у нас суперпозиция, она и остается суперпозиция, она никуда не исчезнет. Ну вот давайте посмотрим, почему. Возьмем то же самое состояние, предположим, что вначале система была в состоянии Пси-1, а прибор и наблюдатель в каком-то, ну, исходном состоянии, которое мы обозначим. Состояние прибора обозначим Фи-0, а состояние наблюдателя исходное обозначим Фи-0. Значит, вот какое-то исходное состояние. Система в состоянии Пси-1, а прибор и наблюдатель в исходном состоянии, поэтому оно нуликом обозначено. Потом мы произвели измерение, система осталась в состоянии Пси-1, потому что, ну, если она уже обладала свойством, которое описывается вектором Пси-1, она, конечно, после измерения тоже этим свойством будет обладать. Но прибор и наблюдатель перешли в состояние Фи-1 и Хи-1, которые указывают на то, что измерение дало первый результат. Ну, например, в приборе есть стрелка, и вот она показывает верх, скажем. Верх означает первый результат измерения. А если бы стрелка показывала вниз, вот как здесь, то это бы означало, что результат измерения второй. Ну, вот если в данном случае она показывает верх, значит, мы считаем, что измерение дало первый результат. То есть, простите, в данном случае не изменилось свойство системы, но изменилось свойство двух других систем, прибора и наблюдателя. Да, потому что прибор специально так устроен, чтобы он реагировал на то, в каком состоянии находится система. Раз система находится в состоянии Пси-1, то прибор обязательно перейдет в состояние Фи-1. Вот. В состоянии Фи-1. И развивается наблюдатель, который... Ну, а наблюдатель, он же видит... Следует за прибором. Зависит от того, в каком состоянии он видит прибор. Поэтому наблюдатель тоже перейдет в состояние Хи-1. Ну, а если бы система вначале была в состоянии Пси-2, а прибор и наблюдатель в тех же нулевых состояниях, то, разумеется, после измерения система оказалась бы в том же состоянии, но прибор и наблюдатель перешли бы теперь в состояние с индексом двоечка. Ну, вот это все логичная, так сказать, схема, и она от классической мало отличается. Но теперь давайте посмотрим, что получится в квантовой механике. Чтобы посмотреть, что получится в квантовой механике, мы должны взять вот эти две строчки и сложить их с соответствующими коэффициентами. Ну, так же, как мы делали в школе при решении линейных уравнений. Кстати, по той простой причине, что вот этот процесс перехода от исходного состояния к конечному – это линейный процесс. Итак, мы первую строчку умножаем на коэффициент С1, вторую строчку умножаем на коэффициент С2 и складываем. Тогда слева у нас получится что? Вот то, что здесь мы видим. Суперпозиция вот этих двух векторов с коэффициентами С1, С2. Но, соответственно, справа тоже получится суперпозиция точно такая же. Вот этих двух векторов, но с коэффициентами С1, С2. Итак, в результате просто линейность законов квантовой механики привела к тому, что если вначале была суперпозиция, то в конце остается тоже суперпозиция. Никакой редукции не происходит. Видите, не произошло того, что вот этот вектор остался, а этот, скажем, исчез. Этого не происходит. Остается суперпозиция. Итак, если мы находимся внутри квантовой механики, если мы не выходим за ее пределы, не говорим, не позволяем себе из-за того, что прибор, скажем, классическая система, делать то, что квантовая механика не разрешает. Мы себе не позволяем. Тогда мы не можем избавиться от суперпозиции, она все время остается. Редукции нет. Вот такой вывод, что в квантовой механике на самом деле редукции не может происходить. Она привнесена извне. Редукция – это нечто чужеродное в квантовой механике, привнесенное извне для того, чтобы просто, простым образом объяснить то, что происходит при измерении. На самом деле этого не должно быть. А что должно быть? Вот должно быть вот что. Суперпозиция, которая была в начале, остается суперпозицией в конце. Только составляющие эту суперпозицию вектора, видите, не меняются. Вот здесь был вектор такой, он стал вот таким. Такой вектор стал вот таким вектором. Но суперпозиция осталась суперпозицией. Важно, что обе составляющие, обе компоненты присутствуют в конечной суперпозиции. Ни один из них не исчез. Редукция или выбора, альтернативы не произошло. Тогда с точки зрения макроскопического наблюдателя мы не сделали измерения. Нет, смотрите, измерение произошло, потому что произошло взаимодействие системы с прибором. А потом наблюдатель видит прибор, значит, произошло и с ним взаимодействие. Ну, скажем, фотоны от стрелки прибора попали в глаз наблюдателя. Значит, измерение произошло на самом деле. Но квантовая механика заставляет нас описывать это измерение суперпозицией. Никакой редукции, как видите, не возникает. Просто нет для нее места. И вот это создает всевозможные парадоксы в квантовой механике. Ну, такие, как парадокс Каташа Дингера или парадокс друга Вигнера. В общем, первый из них очень хорошо известен. Не буду в это углубляться. И вот попытки решения этих парадоксов, этих проблем, называют, как правило, проблемой измерения в квантовой механике. Вот она возникла. И попытки решения этой проблемы составляют содержание различных интерпретаций квантовой механики. Ну, вот давайте рассмотрим одну из таких интерпретаций. Но, как я уже сказал, интерпретацию самую радикальную. Она была предложена Веретом в 1957 году. И основывается она как раз вот на том, о чем я только что говорил, что редукции нет. Вот Верет и предполагается, что никакой редукции не происходит. А происходит вот то, что законами квантовой механики предопределено. Суперпозиция переходит в суперпозицию. Значит, после измерения, когда измерение уже закончилось, взаимодействие между прибором и системой, наблюдателем и прибором закончилось, остаются обе компоненты суперпозиции. Но мы знаем, с другой стороны, мы знаем, что наблюдатель всегда видит только одну из таких компонентов. Ну, скажем, он видит, что стрелка прибора направлена вверх. Либо, что стрелка вниз. Но никогда ничего подхожего на суперпозицию двух положений стрелок мы не видим. Значит, классическое описание мира всегда предполагает только одну из этих компонентов. А вот квантовая механика заставила нас предположить, что они на самом деле обе существуют. Но что это значит? Это значит, на самом деле, что существует два различных классических мира. В одном из этих классических миров измерение дало первый результат, а в другом измерение дало второй результат. Вот это то, с чем довольно трудно свыкнуться. Это необычная вещь. Но вот в интерпретации ворота именно это и предполагается. Что суперпозиция остается, а в другой терминологии это означает, что есть параллельные классические миры. Не нужно только думать, что вот здесь у нас один мир, а где-то там в стороне второй мир. Нет. Все происходит в одном и том же месте с одними и теми же физическими телами. Но они находятся в состоянии суперпозиции. И в этом смысле, в этом месте на самом деле два мира. В них совершенно разные происходят события. То есть это тот же наблюдатель, но в двух разных состояниях. Совершенно верно. Вот такая интерпретация, поскольку здесь возникает как бы несколько... Ну, в данном случае два классических мира, но измерение, вообще говоря, может иметь много различных результатов. Тогда много миров. Потом мы проводим другое измерение, и миров становится еще больше. В общем, их бесконечное количество, конечно. И интерпретация называется, кроме Эвереттовской, еще называется многомировой интерпретацией. Итак, в этой интерпретации редукции нет, не происходит. Но вы видите, вот отсюда видно, вот из этих формул, что редукции нет и для наблюдателя. Наблюдатель тоже, вот здесь он в состоянии Хи-1, а здесь он в состоянии Хи-2. И вот это важная вещь, и о ней нужно поговорить отдельно. Значит, для наблюдателя тоже не происходит редукции. Он тоже находится в состоянии суперпозиции. Скажем, мозг наблюдателя одновременно, ну не одновременно, а вот находится в суперпозиции двух состояний. Одно из этих состояний означает, что он видит стрелку вверх, другое означает, что он видит стрелку вниз. То есть два разных классических мира. Можно условно изобразить это таким образом. Квантовый мир – это вот некоторое объемное такое выпуклое тело, а классический мир – это всего лишь одна из проекций этого тела. Ну, например, мы можем видеть этот мир с этой стороны, а может быть с этой стороны, а может быть с этой. Так вот, Эверет предполагает, что на самом деле существует весь вот этот квантовый мир выпуклый. Тогда как в тех интерпретациях, в которых допускается редукция, предполагается, что нет, вот этот выпуклый мир превращается в плоский с помощью проекции какого-то одного классического взгляда. Теперь обратим внимание особое на то, что наблюдатель тоже остается в суперпозиции двух состояний. Вот наблюдатель в состоянии Хи-1, вот наблюдатель в состоянии Хи-2. Ну, на самом деле, после того, как измерение закончилось, у нас остается суперпозиция этих двух состояний, значит, наблюдатель находится в такой вот суперпозиции. Теперь вспомним, что на самом деле всякий нормальный наблюдатель видит всегда только одну из альтернатив измерения. Либо стрелка вверх, либо стрелка вниз. Вот, либо Хи-1, либо Хи-2. Значит, в данном случае сознание наблюдателя всегда видит только одну альтернативу. Но в данном случае получается некое расщепление сознания. То есть, в интерпретации вверх, в многомировой интерпретации, приходится предполагать, что не только существует много классических миров, но и в каждом из этих миров свой наблюдатель, который видит именно этот классический мир. Такое расщепление наблюдателей. Ну вот, терминология много миров и много наблюдателей по одному в каждом мире, это довольно удобная терминология, и кажется, что она какую-то наглядность дает. Но она немножко опасна. Иногда она вводит заблуждение в каких-то сложных ситуациях, и нужно в этом случае возвращаться к терминологии, в которой мы говорим, что есть суперпозиция, вместо одного из векторов. Одно из компонентов. Вот теперь давайте сделаем еще один шаг, который кажется не очень значительным, но на самом деле мне кажется, что он как-то позволяет с новой точки зрения взглянуть на все и сделать еще несколько следующих шагов. В квантомеханике, тогда, когда мы позволяли себе, вот здесь, позволяли себе еще, допускали редукцию, мы видели, что до измерения есть суперпозиция, а после измерения один из векторов остался, Пси-1 или Пси-2. Произошла редукция. Значит, произошла селекция альтернативы. С другой стороны, когда мы говорим о наблюдателе, то мы тоже говорим о том, что он видит только одну из компонентов. То есть в сознании наблюдателя селекция альтернативы обязательно происходит. Так вот, давайте просто сделаем очень простую вещь. Отождествим эти вещи. Почему это не тривиально? На первый взгляд кажется, ну я говорю одно и то же, просто разными словами. Но дело в том, что эти слова принадлежат совершенно разным областям. Первая формулировка, селекция альтернативы, принадлежит физике, квантовой физике. Вторая, мы говорим, что когда наблюдатель осознает, какое положение стрелки, скажем, он видит, то, ну вот у него произошел выбор между двух вариантов, двух альтернатив. Вот эта формулировка принадлежит совершенно другой области, психологии. Значит, мы фактически отождествили друг с другом понятия из совершенно разных областей, из квантовой физики, из психологии. Будем, вот предположим, что это на самом деле одно и то же. Селекция альтернативы в квантовой физике, это то же самое, что осознавание, ну, можно сказать, сознание, но на самом деле здесь именно вот первый момент, вот, так сказать, самая примитивная, примитивный уровень сознания, а именно вот когда от неосознанного переходит в осознанное. Единица действия сознания. Осознавание такое. Да. Значит, осознавание – это не что иное, как селекция альтернативы. Тем самым мы как бы связали физику и психологию. Мы одно и то же явление рассмотрели с двух сторон, со стороны физики и со стороны психологии. И получается, что сознание – это такая специфическая вещь, такое явление, такое понятие, которое одновременно принадлежит двум качественно разным областям знания или, скажем, понимания нашего мира, таким разным, как физика и психология. Вот где-то на их стыке в сознании. И это даёт довольно много, потому что вот в физике селекция альтернатив оставалась непонятной. Вот непонятной. Вот мы видели, что в квантовой механике нет места для редукции, для селекции альтернатив. Она не может возникнуть, всё время остаётся суперпозиция. Как же происходит редукция или селекция альтернатив? Мы не понимаем. А находясь внутри физики, мы этого не понимаем. Зато в психологии, наоборот, это очень естественная вещь. Всегда мы видим один классический мир. То есть мы физику как бы... Вот тот факт, что учтя, что в наблюдении присутствует наблюдатель со своим сознанием, мы как бы несколько продвинулись в понимании того, что происходит в физике. Но с помощью чего мы этого добились? С помощью того, что мы учли то, что сознание в то же время является частью психологии. Ну или понятие, которое фигурирует в психологии. Значит, психология помогла нам что-то понять. Ну, а может быть, это только кажущееся понимание, но по крайней мере кажется, что мы что-то поняли в физике. И с другой стороны, вот давайте посмотрим психологию. Со стороны психологии. Сознание. Сознание это широкая область, и его изучают разными способами. Но если мы посмотрим вот этот самый глубокий или самый примитивный пласт психологии, а именно момент осознавания, то, пожалуй, вот мне кажется, что эта вещь остается абсолютно непонятной, пока мы находимся в психологии. Вот как это происходит, когда от состояния неосознанного переходим к состоянию осознанного факта какого-то или явления, непонятной. И вот когда мы говорим, что осознавание – это не что иное, как выбор альтернативы в физике, ну мы как бы привлекаем другую область, и тем самым мы несколько, по крайней мере, несколько проясняем вот это понятие. Ну в каком смысле проясняем? Тут, конечно, можно считать, что мы ничего не прояснили. Что у нас возникают две реальности, по сути дела. Да. По крайней мере, мы видим, что это… есть в этом какая-то необходимость. Вот в физике это уже было. Мы увидели что-то знакомое, что видели в другой области. Ну так или иначе, это несколько… Здесь психология и физика помогают друг другу, а сознание оказывается на границе между ними. Теперь, если мы посмотрим на эти вещи несколько шире, то мы увидим, что дело не просто в физике, и дело не просто в психологии, а сознание оказывается на границе целого класса наук, который называется естествознанием, и другого класса наук, и не только наук, которые можно назвать гуманитарными науками, но сюда же относятся и различные другие области, в которых происходит познание духовного мира человека. Сознание… Что изучает сознание? Различные науки, и не только науки, скажем, религия тоже изучает… Искусство. Искусство. Это всё различные способы познания духовного мира человека, то есть, в конце концов, сознания. И вот оказывается, что тот объект, который эти науки изучают, его самые глубокие слои имеют прямое отношение к естествознанию. То есть, фактически, сознание невозможно полностью изучить или полностью понять, оставаясь только внутри одной из этих сфер. Скажем, вот оставаясь в этой гуманитарной сфере, мы не можем полностью понять сознание. Вот в нём есть что-то такое, что учитывает только квантовая физика. Ну и, конечно, наоборот, тем более наоборот, если мы находимся только в рамках естествознания, то сознание остаётся чисто внешним для нас. И тем не менее, вы видите, что квантовая физика подводит к нему вплотную. То есть, квантовая физика показывает, что без включения сознания у нас концы с концами не сходятся. В квантовой механике мы не можем сделать всё логически стройным, последовательным, если не обратимся к такому, казалось бы, народному понятию, как сознание. Сознание оказывается необходимым элементом материализма, так же, как оно является необходимым элементом идеализма. Можно сказать так же, что сознание является не только границей этих двух областей, но что оно их связывает. И в некотором смысле, если мы правильно учтём роль сознания, вот так, как я объяснял несколько минут назад, то в некотором смысле оба взгляда на философию, оба подхода к философии оказываются верными. И материализм, и идеализм. В каком смысле? Вот у нас квантовый мир и различные классические образы этого квантового мира. Классические проекции. Давайте рассуждать двумя разными способами. Первое. Объективно существует только квантовый мир. Он материален. Значит, материя первична. А вот классический образ этого квантового мира, это уже вторична. Это уже сознание. Значит, материя первична, а сознание вторична. Материализм. И это естественно. В физике, конечно, склонны всегда к материализму. Но теперь мы можем рассуждать иначе. Вот с нашей обыденной и, так сказать, общепринятой точки зрения, единственная реальность, которую мы знаем, это именно наш классический мир. Вот тот, в котором мы живём. Что получается? Ведь тот классический мир, в котором мы живём, это всего-навсего одна проекция квантового мира. Значит, но для нас это кажется всем существующим. Вот всё существующее именно здесь. Но с точки зрения вот этой картинки или этой концепции, это всего лишь работа сознания. Значит, вот тут, вот та реальность, вся реальность, которую мы видим, это всего-навсего работа сознания. То есть сознание здесь первичное. Это, кстати говоря, фактически, вот эта концепция, это практически селептизм. Такое, ну, крайнее, может быть, направление идеализма. Я давно говорил, что Бог — это квантовый объект. Да. Впрочем, да, многие физики, которые занимались квантовой механикой, и выдающиеся физики, и великие физики, многие из них утверждали, что квантовая механика несовместима с материализмом, и вполне совместима с идеализмом, и даже с такой его крайней формой, как селепсизмом. Вот один из них был Вигнер, скажем. Ну, Пауле, еще один из основоположников квантовой механики, тоже придерживался примерно таких взглядов. Я хочу напомнить, что, ну, не помню точно когда, но уже несколько десятилетий тому назад, в западной литературе была, в течение многих лет, продолжалась активная дискуссия, которую начал своей книгой «Две культуры» Чарльз Сноу. Вот речь там шла о том, что есть две культуры, каждая из которых является самодостаточной. Вот первая культура – это естествознание, вторая культура – это гуманитарная культура. К сожалению, вот Чарльз Сноу, его идея состояла в том, что, к сожалению, эти культуры часто не понимают друг друга, отрицают часто друг друга. На самом деле он хотел их сблизить. Но вот мы видим, что в такой концепции они очень сильно сближаются. Ну вот, еще немножко, уже более, пожалуй, таких, более, менее обоснованные вещи, которые, к которым приводят рассуждения такого типа. Давайте вернемся опять, вот, к той самой цепочке рассуждений, которая привела нас к интерпретации Эверетта. Значит, у нас есть несколько миров, ну вот, в данном случае, два мира. И вот здесь, в каждом из этих миров свой наблюдатель. Один из миров, и второй, один мир соответствует одному результату измерения, второй мир соответствует другому результату измерения. каждый из них получает с определенной вероятностью. Помните, модуль С1 в квадрате или модуль С2 в квадрате. Так гласит физика. Но мы теперь знаем, что на сознании, фактически выбор-то между мирами делает сознание. Выбор происходит в сознании. В квантом мире всегда остается суперпозиция. В сознании видит одну проекцию квантом мира, она классическая. Мы знаем теперь, что на сознании можно посмотреть со стороны физики, но можно посмотреть и со стороны психологии. Как бы изнутри сознания. Так вот, можно предположить, ну сейчас я не могу приводить всех аргументов, но они и не являются доказательствами. Это просто правдоподобное рассуждение. Можно предположить, что на самом деле индивидуальное сознание может влиять на то, какой выбор оно сделает. То есть, в каком мире оно окажется. Во всяком случае, вот возможно, такая гипотеза. Может быть, сознание в каком-то смысле выбирает то, в каком из параллельных миров оно окажется. По крайней мере, меняет вероятности. Оно может увеличить одну вероятность, уменьшить какую-то вероятность. Оно не может превратить нулевую вероятность в ненулевую. Как можно доказать или опровергнуть вот такие смелые предположения? Конечно, это гипотеза. Можно сразу сказать, что обычными экспериментами нельзя. Потому что то, что происходит здесь, вот увеличение или уменьшение вероятности, выбор параллельного мира, происходит внутри индивидуального сознания. Значит, это может быть, можно доказать или опровергнуть с помощью экспериментов над индивидуальным сознанием. то есть фактически с помощью наблюдения своего собственного сознания. И это, надо сказать, очень характерно как раз для духовной сферы, о которой я говорил. Вот в духовной сфере очень часто выводы делаются на основании наблюдения за сознанием. Рефлексии, да. Да, рефлексии. И во всяком случае, скажем, в религии это одно из основополагающих положений. Скажем, есть Бог или нет? Как ответят на это верующие? Он скажет, если у вас будет соответствующий духовный опыт вашего сознания, вы сомневаться не будете. Вот это, может быть, это опыт вот такого типа. Конечно, с точки зрения обычной методологии, обычной науки, это не доказательство. Но, вот, тем не менее, может быть, следует изменить методологию такого типа, чтобы включить некоторый новый пласт явлений в рассмотрение. Даже и в рассмотрение с точки зрения строгих наук. Но, если говорить... Вы призываете уже, извините, не к междисциплинарному осмыслению, а к межкультурному. Да, фактически, да. Значит, вот, если говорить о том, что может свидетельствовать о таких вещах, ну, скажем, странные явления происходят во сне. Ну, вот, это очень хорошо описано в такой вот очерке Павла Флоренского иконостаз. Ну, и с довольно далеко идущими следствиями. Меня гораздо больше убеждают в состоянии дежавю, в котором время от времени оказывается человек. Да, да. На самом деле, много существует, много каких-то явлений, необычных явлений, которые, вообще говоря, могли бы занять свое подобающее место вот в такой идеологии. и с этой точки зрения, кто знает, может быть, на самом деле, как бы, уже частично и доказаны гипотезы такого мира. Ну, конечно, это все требует еще осмысления и обдумывания, а то, о чем можно сказать более уверенно, это о том, что сознание оказалось границей, оказывается, вот, по крайней мере, квантовая физика к этому толкает, что сознание оказывается границей и связывает две культуры, две огромные сферы человеческой. То есть, получается, что сознание обладает суперпозицией, потому что всякий раз, когда человек делает выбор в жизни и в судьбе и выбирает либо один, либо другой, либо смешанный тип того и другого, редукции все равно не происходит, потому что сознание все равно остается в суперпозиции по отношению к... Понимаете, это очень трудный пункт. На самом деле, в каждом мире, каждый мир остается, все варианты миров остаются, и в каждом мире свое сознание, свое сознание расщепляется, но каждый человек по отношению к его индивидуальному сознанию может пожелать, скажем, оказаться в одном из миров. И если его плане достаточно велико, и он верит в то, что оно может сбыться, он может действительно увеличить вероятность того, что окажется в этом мире. В этом смысле я бы сказал, что человек живет в том мире, которого он сам желает. Но вы тем самым, как это ни парадоксально, убиваете свободу выбора. Потому что сознание, выбирая один из миров и страстно этого желая, и проецируя вот этот объемный мир квантовый в какой-то одной из плоскостей, по сути дела, занимается самообманом, потому что мир не меняется. Это тот же самый квантовый мир, который увиден только с другой точки зрения. Совершенно точно. Свободы выбора нет, все детерминировано тогда. Нет, дело в том, что квантовый мир изменить нельзя. Он все равно остается одним и тем же, и он включает абсолютно все альтернативы. В этом смысле выбор даже и бессмыслен, потому что все равно изменить ничего нельзя. Но он осмыслен с какой точки зрения? С точки зрения данного индивидуального сознания. Вот я выбираю мир, в котором мое сознание будет продолжать жить. Вот для него все остается именно таким. Более того, для всех людей, которых я вижу и с которыми я общаюсь, это будет тот же самый мир. И если я его хорошо выбрал, то это хорошо не только для меня, но и для всех людей, которые остались в этом мире. Но, конечно, надо помнить, что на самом деле другой мир тоже остался. Да. Что говорят ваши коллеги по поводу вашей цели? Ну, вы знаете, с такими высказываниями очень трудно выходить в свет. На самом деле, я уже опубликовал одну статью, в которой вот такие вещи есть, но мне трудно было решиться опубликовать. И я не афиширую эти взгляды. Но, так сказать, подспутно, я думаю, над этим много лет, и, может быть, постепенно это сложится в какую-то более четкую картину. Я не могу сказать, что я сам верю на сто процентов в этом. Просто я вижу, что эта концепция не противоречива. Это я вижу, в этом я убедился. Она непротиворечива и, кроме того, она интуитивно очень точна. То есть, каждый из нас, так или иначе, находится с той стороны, с этой стороны, нигде, из тех сторон, которые, на границе этих культур, да, за границей этих культур. Он все больше и больше логическим путем приходит к убеждению, что весь мир понятия описать невозможно, только находясь на одной стороне рассмотрения. Да, в этом смысле, конечно, было бы интересно нам поработать с психологами, на самом деле, потому что, ведь, можно разработать целую, на основе существующего сегодня тестирования, можно разработать целую систему определения момента, вот этого первоначального момента выбора одного из существующих миров. Это, конечно, увлекательная задача. Да, да, да. Может быть, после передачи кто-то из психологов, которые нас навещают, иногда откликнется, и вам удастся проделать совместную работу на пути к доказательству вашей теории. Может быть. Тут, вы понимаете, есть много сложностей, сложность, самое главное, на мой взгляд, это разобраться с методологией, вот чему можно верить, чему нельзя, что является доказательством, что является. Конечно, потому что тут приходит, первое, что приходит на ум, это знаменитые восточные практики, которые работают с измененным сознанием, выбирая сознание. Но любой материалист скажет вам, что, извините, химия, мозг, да, и с двумя уколами или тремя таблетками введет любого человека в такое же состояние, в какое йог пытается войти там всю свою жизнь. Поэтому, да, конечно, здесь отбор технологий, методик, и доказательная база, это много стоит. Да, это все очень сложно. Если оставаться в парадигме естественной науки. Потому что художник не должен доказывать, что его произведение талантливое, мы это понимаем интуитивно. Осмыслив эту концепцию, после этого читать или думать о восточных философиях очень интересно. Вот как раз восточные философии более всего соответствуют этой концепции. Не христианская религия, хотя она тоже соответствует, она не противоречит, но восточные философии более адекватные.